Для наших блюзиц я буду использовать вот такую полимерную глину, керопласт, который засыхает в течении 24 часов на воздухе. Для начала скатаем вот такой шарик. Глина очень мягкая, главное, что она не липнет к рукам и легко держит форму. Надавливаю и теперь буду делать плоский круг. Для этого я использую обычную узкую скалку. Теперь я буду использовать свою заготовку, ее я скачала в обычном интернете. И так прикладываю. С помощью обычного пинцерского ножа я буду вырезать наши блицы по краю. Режется очень гладко, как по маслу. Очень приятная работа. Сначала выхожусь по внешнему краю, затем перейду к мелким деталям. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прохожусь большим пальцем, покраю тарелки и формирую форму блюдца. Стараюсь сильно не надавливать, чтобы не опечатались наши пальцы. Я также смачиваю пальцы водой и прохожусь по поверхности, чтобы сделать ее более гладкой и скрыть все следы своих пальцев и неровностей. Ну что ж, у нас прошло 24 часа. Наша форма затвердели. Пройдусь наждачной бумагой и отшлифую края. Старайтесь сильно не нажимать, чтобы наша форма случайно не сломалась, так как она все равно очень хрупкая. И теперь можно присыпать к окрашиванию. Окрашивать буду зеленой акриловой краской. Проходим по узким местам, чтобы не оставалось белых просветов. Окрашиваем наш листик с двух сторон и оставляем засыхать. Теперь также покрашу каемку золотистым маркером и пройдусь сверху лаком для лучшей фиксации. На этом наше блюдце будет готово. Вот и наше блюдце с золотой каюмочкой. Нанесем последний слой защитный лак. И можно пользоваться. Прокрашиваю все углубления, чтобы лак оказался везде и у меня не осталось пустых мест. После высыхания я переверну наше блюдце и окрашу его с внутренней стороны. Переходим к нашей круглой тарелочке. Изначально мы немножко пройдемся из-за ней наждачной бумаги, чтобы отполировать наши края. Теперь с помощью куриноша я буду делать легкий рисунок, по которому в дальнейшем буду раскрашивать свою тарелочку. Теперь я беру акриловую краску, нашу любимую зеленую цвета. Буду потихонечку аккуратно раскрашивать нашу тарелку. Продолжение следует... Можно немножко подкорректировать наши листики, после чего оставляем их засыхать. Наш рисунок высох, теперь с помощью золотистого маркера я прохожусь по краям, создавая золотистую каемку. Вот что у нас получилось, по-моему, очень сильно и не скажешь, что рисовали обычным золотистым маркером. Осталось только покрыть лаком и готово. Вот такие блюдца для украшений, сделанные своими руками у нас получились. Если вам понравилось видео, поддержите меня лайком и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока!